Сегодня я готовлю вот такой вот супчик. Он из овощей и куриного мяса. И очень-очень вкусный. Как я его готовила, об этом вы увидите в видео. Девочки, мальчики, всем огромный привет из Южной Дакоты. Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Live. И вот мы с вами с Алексом здесь готовим суп. Пришел бэбик мой, оделся в пижаму, нарядился. Сейчас я вам покажу, какой я сегодня готовлю супчик. Я налила сюда в кастрюлю 3,5 литра воды. И на мелкие кубики измельчила голени, бедрышки 400 грамм. Это у меня уже варится. Я немного присолила для вкуса. В сковороду я положила 2 столовые ложки сливочного масла. И сейчас я буду обжаривать 200 грамм лука и 200 грамм моркови. Морковь я порезала на кубики, лук тоже измельчила. Сейчас вот у меня уже здесь все кипит и прокипело это мясо. Я буду отправлять сюда одну картошину. Я картошину протерла на терке для моркови по-корейски. Можно хоть как ее натереть. Это для сытости. Почему я готовлю в такой большой объем? Мы с дочей любим доедать супчик. Мне кажется, он на второй день даже вкуснее. И что у меня еще будет присутствовать? Это брокколи. 400 грамм я нарезала мелко-мелко. И у меня будет тыква. Тыква у меня замороженная. Хотела использовать свежую. Не смогла разрезать. Даже положила в духовку. Ничего не получилось. И также буду использовать сыр. Соль, перец, все по вкусу. Можно этот супчик будет кушать со сметаной. Или кто любит с майонезом. Сейчас я обжариваю лук. Я его буду обжаривать вместе с морковью. Сейчас немножко, минут 5-6 пожарю отдельно. Потом добавлю морковь. Так, здесь я прибавлю огонь. И накрою крышкой. Мы здесь готовим преимущественно овощные супы. И поэтому не хочется каждый раз с одной и тоже кушать. И я все время что-то придумываю. Но на видео это не снимаю. Только то, что я уже готовила. Или то, что Наташа знает. А так, чтобы на видео снимать то, что я раньше не готовила. Я этого не делала. Но иногда хочется повторить. И забывая, что приготовила. Сегодня вот решила, что я все-таки сниму то, что я готовлю. Так как картофель у меня натертый, все закипело 2 минутки, я добавила тыкву. Тыква у меня замороженная, я уже говорила. И все, сейчас прикрываю крышечкой. Лук у меня обжаривается. Я всыпала в сковороду морковь. И обжариваю вместе с луком. И, конечно, сливочное масло у меня для того, чтобы вкус был поярче. Пахнет и запах такой от сливочного масла. Ну, сами представляете, какой вкусно пахнет. Просто обалденно. Я постоянно помешиваю, чтобы у меня ничего не горело. Тыква у меня прокипела 2 минуты. И сейчас я буду добавлять вот морковь и лук. И все это я проварю вместе минут 7. Я посолила, поперчила по вкусу. И закрываю крышкой. И на медленном огне у меня 7 минут готовится. Прокипело у меня 7 минут. И я добавляю сюда брокколи. Сейчас все закипит. Минутки 3 я добавлю сыр. Целая кастрюля у меня огромная получилась. Скорее всего, буду кушать не один день. Но зато какой красивый суп зимой и зелененький. Кстати, порезала мелко зеленушку. У нас было немного лука зеленого. Тоже добавлю. Возможно, кому-то суп покажется очень густым. Но мы кушаем суп без хлеба. Поэтому он должен быть немножко густеньким. Хотя бы сытно что-то было. Так, 3 минутки прошло. Брокколи закипело. И я добавляю сыр. И сейчас все промешаю. Сыра у меня примерно 150 грамм здесь. Да не примерно, а точно. Так, сейчас все это промешиваю. В кастрюле. Так, еще 2 минутки и будем разливать по тарелочкам. Вот и готов мой необычный супчик из обычных овощей. Смотрите, какой густой. Все, сейчас я его разливаю по тарелочкам. Ну вот, супчик готов. Вот так он выглядит. Посыпала лучком зеленым. И сейчас будем кушать. Уже попробовала. Мне все очень понравилось. Очень вкусно. Рекомендую. Не забывайте подписываться на наши каналы другие. Мы под видео оставим ссылки. И я под видео напишу все компоненты этого супа. Всем пока-пока. Хорошего настроения. И всего самого прекрасного.